Церковная лавка – это бизнес? Церковная лавка – это церковная лавка. Давайте не будем обобщать. Где-то, может быть, это и бизнесом делают. Где-то. Где-то это не делают бизнесом. Церковная лавка – это церковная лавка. Если у вас есть конкретные претензии к конкретному священнику в конкретном храме, Обычно такие вопросы задают люди, которые порог храма раз в год не переступают. Если вы являетесь прихожанином храма и считаете, что вас там оббирают в этой церковной лавке, и настоятель чувство меры потерял, но вы являетесь прихожанином храма, то вы должны знать, что в этом храме есть приходское собрание, есть приходской совет, есть председатель приходского совета, и настоятель подотчетен приходскому собранию. И прихожане могут со своего настоятеля спросить, сказать родной, мы тебя тут содержим, мы содержим храм, потому что это на наше пожертвование все содержится. Дай-ка нам отчет своей деятельности. Они могут настоятеля призвать к ответу, очень легко и просто. Есть ревизионная комиссия, которая эти вопросы должна разруливать. Если бы вы ходили в храм и жили бы приходской жизнью, вы бы знали, что все это есть. Если у вас какие-то конкретные претензии к конкретному священнику в конкретном храме, то туда и обратитесь. А вот здесь троллинг мне устраивать совершенно ни к чему не нужен. Обычно такие вопросы поступают от людей, которым вообще до фонаря. Они ни в храм не ходят, ни свечки не покупают, ни обед не заказывают, ни церковную литературу не покупают. То есть ни рубля на церковь не тратят, они спрашивают, а церковная лавка – это бизнес или нет. Вам-то что? В конечном счете, если, допустим, попы, такие негодяи и сволочи, что обирают прихожан, то это наши внутренние разборки. Мы с прихожанами сами разберемся, а они с нас просят, мы с них деньги сдерем. Вам-то что? Чего вы лезете-то? Продолжение следует... Продолжение следует...